приветствую друзья сегодня приехали в район пикчик меди микрорайон где называется очень красивое место здесь очень много таких частных домов двухэтажных и вот эти деревья смотрю думал что это цветы думал что это какие-то розы или что-то оказ это гранат вот так граната и растет оказывается я не знал очень красивый район мне нравится здесь я несколько раз бывал здесь есть большой проект как же называется забыл название без миллер называется крутой проект под гражданство покупали вот такие деревья я думал цветы и думал час цветы и цветы вот например такие можно вот квартира продается не квартира это дом то есть дом на два хозяина здесь 150 квадратных метров своего территории маленькая классная мстичка видишься розы черешня растет такие цветы здесь действительно очень красиво море недалеко вот частный сектор вот здесь вот участок продается 250 квадратов участок озвучивает 4 миллиона лир очень классное место из-за того что здесь не бывает сильно холодно и сильно жарко здесь тоже не бывает из-за этого цветы растения фрукты и овощи хорошо растут как красиво приехали смотреть участок чем больше на эти участки смотрю тем больше хочется купить участок и построить себе дом ведь так решил сделать такой краткий обзор района пик чик меже к зельже именно если так дальше пройтись будет набережка здесь пляж намного чище кстати чем у нас ушел народу меньше сюда не каждый приедет ведь такие домики слышно шум бассейна красиво есть бассейн конечно в стамбуле иметь частный участок и построить себе коттедж намного приятнее то что здесь можно сделать бассейн принципе минимум девять месяцев находишься на улице это минимум а так целых 10 месяцев в принципе можно на террасе завтракать или это же обедать и так далее ведь какие классные старые но зато классные если участок будет можешь себе построить дом будет у тебя новый дом здесь все безопасно многие думают вот за за городом намного это хуже и так далее нет пик чик миджа это не край стамбула после век чик миджа еще есть район селиври это другой район это после бик чик миджа поэтому бик чик миджа считается конечно крайне спальный район зато здесь такие дома это сейчас мы только кусочек видим а вот уже набережка давайте пройдемся коль мы приехали грех не дайте может быть сейчас будет шум потому что ветер видите к берегу приближаемся поэтому ветер видите какие коттеджи вот здесь новый коттедж строится вы не поверите мне надо съездить обязательно сходить точнее вот это классно пахнет обязательно съездить ой снова говорю съездить сходить сезон открыть надо мне прошлом году не поверите я только один раз ходил искупался думаю грех это было еще под осень где-то сентябрь месяц что ли вот видите коттедж строят вот такие коттеджи в этом районе дешевле участок купить коттедж купить купить дешевле то здесь не живут прям бедные люди вот смотрите я сам первый раз с вами вместе иду эти какие дома тоже дом построят поэтому последнее время у меня вот такие мысли прям участок и дом многие тоже бывают одна семья тоже приехал купили именно участок и начали оформлять гражданство вот они решили построить свой дом я вот так немножко камеру убираю что там люди сидят хорошо вдруг дискомфорт и поэтому решил немножко отклонить камеру немножко в небо возьму видите на бежке классно вот так к сожалению я пляж полностью не могу так позабрать потому что люди отдыхают неудобно наверно на катере классно камеру в небо беру и разворачиваюсь здесь как-то неправильно они все равно люди в купальниках это не анталии чтобы на распашку все лежали это все-таки городские люди и бывают они возмущаются эти дальше если смотреть дома дома так что 4 миллиона участок я не думаю что для этого места она очень дорогое с учетом что сейчас инфляция сильная в принципе недорого а то что я говорил по моему те тот ситы если не ошибаюсь увеличу видите ситы на холме не на холме на здесь да на холме вот там ситы стоит вот еще ближе видите это новый бизеневлер классное место мне нравится вот решил вам сделать небольшой такой обзор в живую проехаться посмотреть сам посмотрел и вам показал потому что я думал на бережка вот там находится и решил пройтись оказывается действительно очень близко ну чтобы здесь жить естественно нужно будет не такую машину иметь а нормально машину чтобы можно было ездить в город но буквально минут 10 на 15 уже непосредственно в городе всем удачи всем хорошего дня будем на связи будут вопросы интересные места вот там хотите увидеть пишите потому что я не хочу стандартную фатих, ла-ла-лей не знаю, такси, баллад еще какие есть районы которые каждый кто ездит кто ездит может сделать я хотел бы вам вот показать реально турецкие стамбульские местные районы где живут сами местные хорошая атмосфера потому что здесь люди добрые доброжелательные здесь я не видел чтобы кто-то кого-то обманывал или что-то там ругался потому что здесь даже в кафе ходишь стараются обслуживать тебя сделать все возможное даже если что-то не нравится они могут в виде извинения какие-то сладости или что-то принести угостить потому что им важно чтобы клиент был доволен потому что не в туристических районах важен каждый клиент потому что они понимают что это сарафанное радио и есть особенность турецкая я в последнее время это заметил когда мы только начали изучать турецкий язык во всех книжках почему-то говорят про еду то есть ты изучаешь язык именно рассказывая какие есть блюда по районам по там не знаю областям да и когда я помню экзамен тоже сдавал мне пришел вопрос расскажи какое-нибудь блюдо какое ты знаешь умеешь готовить расскажи как их можешь приготовить то есть надо было рассказать на турецком как я например яичницу готовлю или не знаю плов как готовлю вот примерно так я должен был рассказать но это было очень сложно поэтому здесь вот турецкая особенность в том что здесь очень любят гурманом можно сказать да очень любят еду и рассказывать рекомендовать вот куда бы ни ходил с кем бы ни общался обязательно где-то будет именно эта тема еды вот там вкусно давайте я угощу тем-то тем-то вот там готовят например какие блюда например лахмаджун вот там очень вкусно готовят там не очень вкусно готовят вот таким образом они всегда рассказывают и по этой причине здесь обслуживание прям везде очень хорошо стараются даже есть какие-то минусы понимаешь но у каждого кафе заведение есть свои блюда именно определенные блюда которые действительно очень вкусно остальные идут просто прицепом чтоб человек например приехал мог выбрать другое блюдо ну в основном они 2-3 блюда готовят и все например кафе ресторан где только сладость продается горячая сладость Сыжак Татли вот так называется я не знаю как у нас нету я не видел по крайней мере вот видите вот такой район вот трасса кстати и 5 значит тот не безумевлер соврал я вам так что в этих районах жить намного интереснее да может быть будет скучно кстати но если есть машина вот так на ходу проезжает тогда без проблем минут 20 вы уже в шумном месте где очень много людей иностранцев веселье до утра и так далее всем удачи всем хорошего дня на связи в шумном месте недоступну предпоследователь